Ну, ребята, я вот первый раз вижу, если вас... Вас как зовут? Алексей. Алексей, может вы что-нибудь скажете? Есть. По поводу себя, по поводу, что вы видите, как развитие партии, как будет развязаться. Что бы вы хотели видеть в работе партии? Ну, что могу сказать? Вообще, в системе, еще не начиная с 11 системы, с конца февраля, начало марта. Вообще, я вот когда услышал, что в Украине создана политическая партия МММ, она принимает участие в выборах, я подумал, что ну все, мы уже практически... Если официально у нас будет в каком-то Европейском государстве представительство МММ, то развитие пойдет уже совершенно другими камерами, гораздо быстрее. И если подобная организация создается в России, то о чем здесь нужно говорить? Ну вот, у нас, еще раз повторюсь, значит, организатор Алексей Муратов, он сейчас находится в Индии, он ответственный за МММ в Индии, в Дальний Восток, в Юго-Восточной Азии. Вот. И у него идея такая во всех странах организовать. Он тоже участвовал в строительстве партии на Украине, в том числе там известный Евгений Демкин, он тоже депутат. Мы с ним тоже хорошо общаемся. Единственное, что там, по нашим данным, не получилось, у руководителей договориться между собой. У Рожняка, у Костерченко и у Демкина. Это уже какие внутри политики. Ну и что я могу сказать? Давайте основой своих, как бы скажем так, ошибок или недочеток будем стараться здесь, в Москве, пытаться, в Москве, в России, чтобы нам ничего не помещало объединяться и действовать по плану, и действовать и согласно идеям, которые Сергей Патерьевич работают за эти идеи. Вот, давайте мы это будем. Простите, вас как зовут? Алексей. Алексей. Можете рассказать о себе и что вы видите, как вы видите работать? Могу. Если мы товарищ компаньон, его лидеры МММ, убедили вложить денег, мы вложили 3 млн. Когда это было? Это было, ну не знаю, мая, в рейд. А услышали о Пирамиде когда? Ну конечно слышал, если 95 он слышал, я много чего слышал. Не, а Лев до МММ-11. А? Дело в том, что вот я вот тебе прорвесчаю события, понимаю, о чём вы говорите. Я своих друзей, одноклассников ближайших, да, с самого начала, я в январе вступил, с января, я им чуть ли не каждый день там подтвердил, давайте, давайте, давайте. В результате одноклассница через год и три месяца вложилась, ну, тысяч, и, как говорится, вот сейчас она там пишет. Ну, я, скажем, был из тех людей, которые, как только Брэйн Ринг прошел, я, в принципе, сказал вас, и услышал, и не скрывал, говорю, если что-нибудь замутят, я буду в первых рядах. Ну, так получилось, что я не в первых рядах, узнал об этом слишком плотно, видимо, Саня, там, чем-то было, своим, каким-то километром. Вот, когда узнал, уже как-то так отнесся к этому, ну, нормально отнесся, как экономист отнесся. Ну, и, собственно, единственное, что удручает, я не вижу подоглёте, честно говоря, вот в 11-й, то, что было в керамиде 11-го года, не вижу реальных моментов, на основании чего мы её, собственно, взяли и круглили. То есть нам никто не мешал. Это просто надо было навести порядок внутри структуры, наказать тех, кто проворовался, и, соответственно, двигаться дальше. Я не вижу прецедентов, то есть почему перерос этот момент ожидания всеобщего в какой-то всеобщий хаос. Сейчас получают буквально чуть ли не сотнями уже письма от обманутых плачков, причём я их... Нет, вопрос не в этом. Я выражаюсь неправильно, извиняюсь сразу. Вопрос в том, что некоторые даже доходило до того, что действительно многие были обмануты. То есть даже неправильное постановство вопроса изначально. Своим образом. И это есть факт. Слушай, да. Как-то есть факт. Просто изначально все, кто в систему вступает, они сознательно идут и все предупреждены о том, что это пирамида, о том, что всё может обновиться и так далее. По сути, это был Рештаб. Это вот любая акция. Она может вывести до 100 тысяч высот и упасть до... Добавить ещё, что это не столько Рештаб, да, вы говорите, что мы могли бы продолжать и дальше. Мы и не могли бы продолжать дальше. Она уже, пирамида, набрала такой объём участников, да, когда без какой-то там сложной структуры, да, управления, да, то есть мы говорим уже о каком-то государственном аппарате, о вертикали власти, да. А здесь сообщество людей, которое управлять можно только либо каким-то центром, да, который сейчас у нас появился, это личные кабинеты, да, их в 2012, да, вот это официальные на сайте. Либо это превращается в хаос, да. Мы не можем управлять собой, когда мы толпа, да. Да, вот сейчас здесь что-нибудь подожди, мы побежим все вместе к выходу, если мы как бы разумно к этому не подойдём. Поймите правильно, да, всё зависит от нашего поведения, да. Мы либо сгорим здесь, если побежим к выходу, да, либо все вместе выйдем по очереди, да, не пострадавшим. Поэтому нужно сейчас объяснять людям, как участвуют в этой системе, что сделают, чтобы не пострадали. Хотелось бы понимание вопроса, то есть если это политическое движение, значит, должно быть, во-первых, кроме лозунга, какие-то реальные, скажем так, программы, да, озвученные. И что мы делаем с теми людьми, которые так или иначе пострадали, как мы их удушаем. Если нам на них наплевать, значит, это тоже надо как-то понимать, да. То есть все мы люди, человечки, кому-то повезло, кому-то не очень. Вот. То есть можно, конечно, бесконечно устраивать лотерейки. Одна закончилась, побежали в другую, кто быстрее. Эти таракани бегают, думаю, ни к чему. Ваше мнение, да, я тоже самый скептический, нас отстроенный скептик в мире, да. Но я в Одинскую пирамиду вступил в самый первый день, как только услышал о том, что начинает работать. Мы деньги собирали в полиэтиленовый пакет в Макдональдсе, да. Вот как Пантелеич рекомендовал, соберитесь по 10 человек, выберите десятника, потом и так далее. То есть вот так мы организовывались, да. То есть это была идея, которую просто так бросили, и мы организовались. Единственное, что пошли какие-то перекосы, какая-то гни во всех этих структурах. Но сейчас, если бы мы это не остановили, да, это бы само себя сожрало. Да, полтора года всем все платилось. И это не какие-то сказки, это факт. Всем все платилось, нам всех всегда хватало. Если все по определенным правилам все делают, теоретически это может продолжаться до бесконечности. Мы фантазируем на землю этого долга. Если все правильно все делают, это до бесконечности может происходить. Ну и самое главное, то, что любой человек, кто вступает в систему, он добровольно и сознательно вступая, знает, что это пирамида. Там же черно-покраска, черно-покраска, везде, в личных кабинетах, везде. Что человек рискует всем своими средствами, которыми он наступает, он рискует. Соответственно, нужно думать об этом, расстрелить. Поэтому, как бы, здесь. А то, что должны, да, все обещано, должны. Ну, работает, КРО работает, выплаты и тут, кстати. Тут не должны. Ну, да, не должны, но все-таки уплачут. Мы хотим лояльность системы, да, к ее участникам тоже, ведь ее нужно проявить, да, то есть, чтобы участники лояльно относились к системе. Просто они цепляются за слово «должны», поэтому обижаются. К сожалению. Это слово просто употребляли невыразимые руководители. Неправильно объясняли, как это надо пользоваться. Этим же надо пользоваться, это инструмент, это людям доносить, не просто тупо пойди, принеси мне кредит, я получу стекарь биральный. Ну, это же, это меркантильные какие-то интересы преследоваться начинают. Мы о другом говорим. Пока правление денег никто не отменял. Я хотел бы доказать свое мнение. Мы должны управлять. Вот у нас есть возможность этими деньгами управлять. Пока мир правит, пока деньги правят миром, они в наших руках. Мы можем эти деньги взять и распределить так, как нам захочется. И мы уже все вместе будем управлять эти деньги. Когда все согласны, что пока не получается, стремимся к этому. Вот поэтому я не могу такие встречи проводить, какие партии создавать. Нужно эту идею вносить в том ключе, в котором она пошла изначально. Не искажая информацию, а объяснять, что это такое, откуда это все берется. Лично у меня висит такое, что создание политической партии, организации, это будет очень мощная маркетинговая реклама. И беспрецедентная вообще финансовая программа. Ну и сейчас как бы все-таки лояльность системы начнет проявлять нам, участникам. Начнет система нам выплачивать эти деньги, остатки по 11 пирамид. Соответственно, лояльность, да, уже платят. Лояльные люди будут появляться, соответственно, лояльность нам будет разбить, разбить. Будем развиваться. То есть эту идею, главное, чтобы не запомнить, что у вас проблемы, да, у вас, я вижу, не горит. У меня нет проблем, не горит. Ну, у вас, я вижу, извините, я неправильный столб забрал. По поводу скептика тоже ошиблись. Решите, тут не сидят. Ну, может быть, но я, я могу сказать, что я самый скептически настроен на скептику. А без скептика, это у человека осторожность, вот и все. А экономисты в нормальной абсолютно ситуации. Ну, мы все равно понимаем, да, экономисты там все считали, считали, полтора года всем все платили. При условии того, что не было там никакой системы управления, всех все воровали. Не было понятно вообще, откуда эти деньги все растут. А сейчас, когда все на личных счетах, все со всеми меняются, совсем другое. Вообще, каленбург. Тут еще есть один момент. Я, к сожалению, извините, закончу, да, и чтобы больше не отвлекать никого. Вот не знаю, к сожалению, сейчас работу с 12-го года, да, потому что не столкнулся. Что-то как-то вот, какие-то зародыши были там в одном офисе, в другом офисе. То есть я как бы, ну, как человек заинтересованный, ну, интересно все-таки, где деньги мои вообще находятся. И как-то, как возможно вернуть, каким краем. Вот. И не увидел ли работы даже той, которая проводилась в 11-й? А сколько потеряли? Ну, 3 в общей сложности лично. А я вам могу подсказать, как за год вы вложите? Вложите еще 8. Ну да. Я могу подсказать, как за год вы вложите, как за месяц вернуть. Да. Лучить, конечно. Касса возврата. Касса возврата сейчас отдельная тема. Сейчас мы наступим буквально через несколько дней. Вот эта сам по себе идея, сама по себе идея, она, конечно, имеет право на жизнь, да, то есть, меня тоже печет, почему кто-то 100-долларовой фигурой поджигает себе сигары, а кто-то на них парится там всю жизнь, да? Да, вот я думаю... То есть, это нормально. Это абсолютно нормально, и мной трактуется, да? То есть, вопрос только в другом. Мир менять при помощи только финансовой схемы невозможно. А как? Мы однозначно, почему? Потому что мы боремся с миром денег при помощи этих же денег. Мы воспитываем жадных людей, по сути, именно поэтому такие пошли, не разберите все в теме. Именно поэтому столько моментов воровства и столько... Никаких работ не проводилось ни в одном области. Нигде обучение должного оборудования делать. Два месяца, каждый день, два месяца был на крепоколенном. Каждый божий день наблюдал то, что происходит. Вносил свои коррективы, что-то там как-то что-то. Даже уже понимая, что я потерял, я там не кричал громче всех верните мои деньги. То есть, я как бы людей призывал наоборот к этому порядку. И от лидеров толком ничего не услышал. Тут даже присутствуют люди, которые меня хорошо помнят. Да, и помнят, как это все происходило на собрании. Когда из инвесторов пытались сделать рабочих лошадок. То есть, это не совсем правильно. Изначально это разрешает. Это уже был кризис, такой глубокий кризис. Я уже на кривоколенном не присутствовал, конечно. Потому что меня понизили в должности с миллионниками. Сядет и перевели всю структуру моим, вывели и так далее. Была в район. Но, по сути, когда я был миллионником, тогда уже были зачатки кризиса. Он уже начался с Домового года. Когда первые массы, по сути, по сути. Но я хочу сказать, что просто из-за того, что да, какие-то были упущения, какие-то... И очень частенько присутствует внешнее давление. И вообще, почему я в МММ, почему я и сейчас думаю, и всегда буду так думать. Вот смотрите, всегда существует основной враг внешнего. И согласны, государство во всяком случае. И тот внешний враг начинает съедать изнутри. Даже если, ну, допустим, возьмем нашу революцию, да, вели в октябрьскую. А как оказалось, что Ленин был финансирован вражеским германским государством. Возьмем нападение Наполеона на Россию. То же самое. Оказывается, американское правительство финансировало Наполеона, чтобы он сделал нападение, осуществил Наполеона. То же самое сейчас. Вот смотрите, была гигантская страна СССР, да, которая половина земного шара была за СССР, половина за США. В результате экономически они победили. И что они сделали? Вот нам в 86-м году, в 84-м году говорили на поле информации. Они хотят разрушить нас изнутри. Непонятно было для нас, как это изнутри. Господа, я все прекрасно понимаю, что это более подключился. А вот, а сейчас получается, вот почему? А чем американцы лучше нас? Они живут в десятки раз лучше, чем мы. Возьмите, вот я лежал в больнице, санитарка бедная получает 5-8 тысяч. Почему? А там она получает 5-8 тысяч долларов. Нет, я к тому, что, вот я говорю о том, что существует внешний враг. И его можно победить, но не ракетами. Ракетами никак не победишь, только финансами. Почему они имеют право отпечатать доллары, а мы не имеем? Они напечатают там 12 триллионов долларов, раздадут кому надо, и все. А мы попробуем напечатать лишний миллиард до рублей. Инфляция жуткая получается. Ничего мы никак не против этого хватает. И никто из политиков. Американский, конечно. Поэтому нынешний финанс, который он живет, по отношению к нам он рабский, его нужно менять. И поменять можем вот только вот так вот, когда мы сами сможем что-то такое глобальное сделать. Я не вижу, кроме МММ, я не вижу больше всего. Андрей, к МММ не только нужно касаться денег, на самом деле. Я соглашусь, потому что МММ должен еще держать в себе и духовную часть, и работу со СМИ, и работу с партнерами, с бизнесменами. И сейчас, на самом деле, мы даже создали несколько проектов, которые очень активно работают, и вместо вас будут проводить. Люди сами будут идти. Политическая партия, которая сейчас создается, она тоже огромный плюс нам даст, потому что это будет еще одним огромнейшим плюсом, почему 12-я лучше, чем другие пирамиды, чем мы отличаемся от кого-то, и почему мы есть народная власть, которая должна сейчас быть полностью поддержанной. Хотели, чтобы мы были более на высоком уровне? Мы есть, мы теперь уже на уровне государства. Именно поэтому нужно собирать очень много подписей, общаться с участниками и понимать, что если завтра будут про нас говорить на телевидении, в другом месте, в общем, в СМИ, то человек должен быть уже готов к этому. Поэтому всегда должен быть изначально отбор и участников, и руководителей. Поэтому сейчас есть и школа руководителей, сейчас есть огромные тренинги, сейчас есть проекты, которые запускаются, и один самый важный проект, мы сейчас здесь собираемся, политическая партия, и все правильно. А это будет основной силой. Вот это будет той самой ракеты, про которую мы говорим. Это одна из ракет, которую мы будем стрелять и выпускать. Вторая ракета должна быть уже разработана именно в плане духовности. Третья должна быть со стороны, не знаю, помощи людям, со стороны благотворительности. Вот только тогда мы сможем победить. Одни финансы, деньги ни в чем не решают, деньги и фантики. Когда болеет здоровье, когда ты болеешь, почему все говорят здоровье, береги свое здоровье, это очень важно. Здесь уже и деньги не помогут. Поэтому только деньгами не победим. Почему тогда мы в политику сейчас влезаем? Мы можем сейчас заплатить кого-то, кого-то купить там, нет, конечно. Потому что мы сами проявляем инициативу, а это уже моральный туда вход, понимаете? Это то, что совсем другое. Мы у людей меняем свое подсознание и все. И они думают именно так же, как и мы. И им плевать, сколько они вложили. Они сейчас приходят сюда, например, как вы опять же, и смотрят на идею, что происходит, что я дальше буду видеть. Стоит мне здесь дальше выйти или нет? Это, конечно, говорят, чуть-чуть уже труба. Это более так, внутренне. Ну и потом каждый из нас сейчас может реализовать свое гражданское право, участвовать в политической жизни. Мы же в демократическом мире живем, в демократической стране. Поэтому участвовать в политической жизни, участвовать, осознавать политическую партию. Мы еще не знаем, в какой мы стране живем, к сожалению, и в осенью будет понятно, в какой мы живем стране. Ну, вот это от нас зависит. Думаю, нам объявят всем. Сознавать не будут. Но пока непонятно, в какой мы стране. Мы еще не принесли вообще никакой страны. То, что мы можем сами. Надо этим и воспользоваться. Давайте мы решим, какая мы страна. Может, мы сами решим, какая мы страна. О чем у кого-то? Мы политическая партия. Об этом и речь. На почве денег, да, это самая простая возможность. Если бы мы тут сейчас обсуждали, пока уже без не смотрел, разговор бы шел в другом русле. Сейчас речь идет о наших детях, о внуках. Совершенно верно. Вот смотрите, какая штука получилась. Мы замутили модель какую-то, да, экономическую. Все хорошо. Начали люди обогащаться. Обогащались, обогащались, обогащались. В итоге получилось куча, куча, куча обогатилась. Обогатилась людей. Естественно, в процентном отношении гораздо меньше, нежели остались обездоленными. Я называю речи своими именами, да? Кто-нибудь, вы знаете пример, чтобы сейчас взял от своего откупленного джипа, ну, продал бы его и с чем-нибудь поделиться. С реально нуждающимся. Есть такие примеры. Есть такие примеры. Ребята в Омске продали машину, но они все деньги, которые раздали своими участниками, то, что осталось, они сейчас тратят на них. Ребята в Омске, они тоже пахли, занимаются. Это не просто так, да? Нас, конечно же, может быть, нас и мало, да? Ну, вот поэтому мы и должны обвиняться. За ошибки всегда приходится расплачивать. Расплачивать. То, что было сделано, это было одной самой-самой грубейшей ошибкой. Все смотрели в рот гениальному, а вся его гениальность заключается даже не в модели финансовой, а в его смелости. Единственный человек, который по пути смог сделать вызов вообще вот, не взирая на свою подсистку, на сроки, на печальный опыт 90-х годов. То есть, никто другой это сделать не смог. Был хопер, да, все знаем, была властелина, было много. Нет, ну здесь другая, здесь как-то идея подпрасывает, всем доступными словами объясняет то, что было кому-то непонятно когда-то, да? По большей части, ну, нет, которые не понимали вообще, как это все устроено, как так далее. А здесь доступными словами объяснить населению, да, как это делать. Если по определенным правилам в этом все участвуют, да, то, в принципе, это не сработает. Печаль за в том, как раз, что бардак у нас начался в основном изнутри, а не от внешних. Вот поэтому у нас сейчас нет бардака никакого, да, если вот вы не знаете, что такое ММА-2012, да, вот там нет никакого. Не получилось, к сожалению, я пытался увидеть, то есть, я вот где слышал, что где-то... Я везде только видел, знаете, что, везде, я скрывать не буду, если не прав, кто-нибудь поправьте, везде я видел таракани бега, то есть, получается так, что разрозненные какие-то группы, да, людей, и вот кто кого быстрее подключит, ты где, что, флагманы, а что, а мы не знаем, что, давай к нам, сейчас, быстрее. И это было по-своему ответу. Вы говорите об интернет-аудитории, об интернет-аудитории, которая... Зачем, я не ленился даже... Нет, ну, в кабинетах сейчас. То есть, там даже все автоматически приходит. Сейчас же там 12-е автоматически приходит, потому что руководитель даже ничего не умеет. Там никто ничего вообще не приходит, да, пока руководитель не есть. Вы участвуете в 12-е, личных кабинетах они не имеют, да, точнее... Говорим о себе тогда, если на то пошло, открыто, раз мы собираемся и по имени политики обсуждаем сама ОММ. Да, лично кабинете, естественно, там есть, мы все консультанты, это изначально надо помнить, а вообще мы все участники тогда здесь на то пошло. Если мы помогаем людям, мы за это получаем просто какие-то подарочные бонусы. но у нас все равно есть структура, к примеру, у меня лично огромная. И я ей управляю опять же, слежу что где как, кому-то что-то подсказывают. И смотрю до третьего чуть ли не колено. Но есть руководители, которые случайно собрались, вот у нас есть такие люди, бывшие миллионники. И у них там всего лишь два десятника за ним пришло. О чем это можно говорить? От одного миллионника, бах, потому что миллионник, всего трех руководителей смогут взять из один стих. И то ничего не может сделать. А кто такой миллионник? Это не тот человек, который есть один сотник, один десятник, один тысячник, десятичник, сто тысячник. Это огромнейшая структура. Почему только три человека пришло за ним? Вот об этом мы говорили. Потому что никакой идеи, по сути, кроме ООНа, не было как договорив. Была просто финансовая структура. И это ладно. Давайте послушайте. Сейчас очень сложно привозить народ тот, который вот все уже боятся как-то на стрёме ничего себе, а вдруг отчетов. А почему нет Бартака? Кто может ответить? Да нас мало, потому что пока что это нас. Мало. Когда нас будет больше, вот именно сейчас нужно играть те руководители, которые будут в первую очередь. Сейчас всем опять все начнет платиться, все опять все понесут. Друзья, я не знаю, ты говоришь. Знаете, открываешь порой Библию, да, иногда бывает, и читаешь единожды совравший, кто тебе поверит. Вот поэтому нас мало. А кто соврал, друзья? Кто соврал? Это отдельные случаи, которые переросли в систему. Самое страшное не ад воровство или что-то, а страшное то, что следствием идет. Это слухи. Слухи, которые порождают, ложка дегтя, которая испортила все, вообще все. То есть даже те идеи, которые вчера были, я с ними сегодня беседую, улыбаются глупо виноваты и что-то не стремятся. Нет, ну я вот лично, я не согласен с этим мнением, не согласен по одной простой причине, что если это рассматривать так, как нам это преподносят средства массовой информации, секундочку, я закончу, я закончу свою мысль. Значит, если это рассматривать как то, что преподносят СМИ, что МММ-11 рухнуло, МММ-11 рухнуло, МММ-11 скинуло вкладчиков, именно если с этой точки зрения смотреть, то тогда да, можно продолжать разговор об этом ключе. А если посмотреть на это дело с другой стороны, что если посмотреть на ту систему, во что превратилась МММ-11, которую надо было менять резко, кроме как создать новую систему с новой структурой, ту структуру исправить было уже невозможно. Поэтому пришлось создать МММ-2012. И вот если с этой стороны посмотреть на создание, на закрытие МММ-11 и создание МММ-12, как оно, собственно, имело место быть, тут уже вытекают совершенно другие мысли. И тут уже встает вопрос, чтобы закрыть вот эти проблемы по переходному периоду с одной системы на другую, я имею в виду участников МММ-11, кто еще не получил деньги. Если мы закрываем вот это вот дело, а мы это закрываем, тогда к нам вообще никаких вопросов. Но надо людям донести вот эту идею через партию, через себя как руководителей, что именно сейчас прошел не обман вкладчиков МММ-11, а сейчас прошла смена системы. С одной качественной смены, с одной на другую. Именно вот с этой точки зрения, если смотреть на ситуацию, тут получаются совершенно другие выводы. Отсюда уже возникает потребность в идеологии, ради чего создается эта партия. И отсюда уже идем дальше. То есть не просто именно о чем и говорилось, финансовая схема, а тут уже вопрос стоит в идеологии. То есть это пытались мы сделать еще в ММ-11 в плане идеологии, но проводников как таковых не было, руководители высшего звена, они уже расслабились, у них шли бонусы, им эта идеология и продвижение идеологии было не нужно. 90% руководителей номинальных миллионников, квадриллионников и прочее, 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 это мальчики, которые вообще ничего не понимают, вообще куда они идут, что они будут делать, да, в итоге адекватно, да, кто-то эту идею воспринял, да, ты вот это запомнил, да, тебя никак не проявляли, да, на сегодняшнем одне, я не переживаю, что же особо нигде никогда не участвую, участвую, но все еще. В ММ-11 ловили наш штук, даже Пантелеич написал, да, лежит на диване, ждите пока судмама, все, никакой идеи, десятников не мотивировали на то, чтобы они рассказывали участникам, да, рассказывали об ответственности, рассказывали о том, что вообще, для чего они здесь собрались. То есть, по сути, людей ловили на жадность, все эти бонусы, там, 40%, 50%, новогодние, эти все были вариации, направлены только на включение жадных участников. Сейчас остается, что руководители, что участники в основном лояльны, то есть, руководители, которые хотели здесь тупо срубить деньги, они ушли, все ушли, они разбежали, потому что сейчас бонусы, откровенно говоря, и те, чтобы у них еще есть. Есть же, ну, есть, конечно, еще, но меньше, если, меньше. Что касается партии, я вот тоже хотел высказаться, надо не забывать, что вообще успех этой партии, он будет зависеть в первую очередь от лояльного отношения участников вообще к ММН и к нашей идее. То есть, если нас будут поддерживать участники, да, за нашими плечами миллионы человек, соответственно, тоже от успеха самого ММН будет зависеть успех нашей партии. Если нас будут поддерживать, если нас будут верить, то за нами будет огромная сила, и эту силу мы можем использовать во благо, опять же, ММН. То есть, эта партия должна быть направлена на помощь, на популяризацию ММН, на какую-то глобализацию, на лоббирование интересов, чтобы нам не ставили палки в колеса. То есть, это должна быть сила, которая сможет нас вести куда-то вперед. Соответственно, задача тут не только партию сейчас развить, извините, а немножко еще и параллельно не забывать вот руководителям, да, хотел призывать, да, не забывать развивается и само ММН вообще-то, да. То есть, если мы сейчас сможем это сделать, соответственно, и партия будет иметь большой успех. Поэтому, мне кажется, здесь нужно развивать параллельно, да, 50 на 50 сил направлять, чтобы мы добились в итоге нужного результата. Артем, это совсем разные вещи абсолютно. Политическая партия и само ММН, это разные вещи абсолютно. В ММН, естественно, приходят денежные финансовые потоки, а политика, она всего лишь просто очищает нам путь, помогает добиваться тех успехов, чтобы люди нас все больше, конечно, видела. Грубо говоря, это бесплатная реклама, которую сейчас мы хотим делать. Артем, это не только реклама, это еще и механизм, помогающий артем, давайте, мам, не надо стоять 50 на 50. Дело в том, что для того, чтобы нас поддерживал народ, народу нужно давать то, что не было в 11-м, не было сервисов, не было правильно обученных руководителей, не было, скажем, оповещений, не было, да много чего не было. Нужно просто сверлить. И что изменилось? Что изменилось? Что в игрушки играли, что ли, я не пойму. Кто играл в игрушки? Не знаю, почему это было. Это были отношения частых лиц, наоборот, за дальний денег, я не знаю. Когда говорят, что все так плохо, у меня возникает один вопрос. У тебя есть предложение, как сделать хорошо? Да, есть. Всегда есть предложение. Как только все началось, или нет, Андрей? Как только все началось, как только 12 лет, 12 лет только было запущено, я выступил с конкретным предложением со своей программой, собрал людей, сделали программу в какой-то заявлении, нашли лидеров, сдвинули это дело, что-то дошло, что-то было принято, кстати говоря, на самом верхах, само, чтобы придумывать, да, но что-то просто-напросто, а не те люди, которых фамилию вообще не буду озвучивать, потому что он как-то не тактичный просто отказались даже встретиться, чтобы хоть что-то отсудить. Завидьте, я не кричал, верните мои деньги, ни одна живая туша не знала, сколько я вложил до нынешнего момента. Если вы помните, Сергей Пантелеевич, обслужил второй этап, да, все слышали заявление по поводу второго этапа. По сути, 12-й пирамида, это и есть второй этап. То есть сейчас учтены все ошибки, естественно, это был первый блин, да, мы не знали, где могут быть подводные камни, оказалось, что подводные камни были в человеческом факторе. Плюс у нас не было нужного человеческого ресурса, у нас не было достаточно профессиональных руководителей, которые готовы работать в МММ. И ресурсы уже было. Знаете, хорошая поговорочка есть, хороша ложка к обеду. Почему никто не реагировал своевременно? Я сейчас не шучу, у меня все это дело записано, и люди живые, с которыми мы работали, реально работали неделю целую, встречались в день и ночь, составляли программу по выходу. Потому что движущая сила была не работа руководителя, а вообще сама идея. Просто люди шли на МММ и все, независимо от того, насколько эффективны были руководители. Потому что они все друг за другом бежали. А когда возник момент, когда уже нужен профессиональное руководство, у нас его на верхушке не везде, оказалось, не везде достаточно. Сейчас, соответственно, остались руководители те, которые знают, как двигаться. Они знают, как развивать структуру. Те руководители, которые были абсолютно неэффективны, они остались максимум десятниками, где-то и вообще не остались. Либо сбежали, но и к проектным программам. То есть сейчас мы создали такую сеть, которая позволит развивать новую пирамиду. Тогда это было, не знаю, Вася пришел за Петей, Петя был с тремя высшего вызывания, а Вася водитель маршрутки. Но 105 раз его поднял наверх. А тогда нельзя было так легко менять руководителей, перетасовывать структуру. Это была целая проблема. Поэтому нужно было направить запросы, не знаю, откуда. То есть это не все сами запросы, а была перетасовывания. Угарок поставили управлять государством, при этом при всем только за коврижки финансовые. Мы начали бороться с финансовой системой, их же оружием, создавая еще более серьезного монстра. Вы о чем? Вообще работы никакой не велось. Правильно, а ваше предложение? Да уже оно прозвучало и к тем же людям, которые присутствуют здесь или не присутствуют, но обозначают Я почему сейчас здесь? Я не пришел сейчас оппозиции или там ругаться. Я пытаюсь понять смысл этого образования и чем конкретно оно будет заниматься. Я не радуюсь собрать своих денег, не их верноспособствовать туда запекаться. Мы просто наблюдали в этом всеобщей вот этой вот штуке, мы наблюдали реальные нарушения конституционных прав. Реально. Вот здесь. То есть это вплоть до того, что были, ну, шутки, гонения политические. Завуальированные, конечно, там, какие-то вот такие штуки непонятные, да, там, незаконные предпринимательства и все такое. Хотя всем все было понятно, почему и от чего. Именно с этим явлением имеет смысл бороться, понимаете? Не пыль какую-то, гонять на глазу, а вспомнить, что у нас 6 миллионов детей беспризорных на всю страну, да? Вы имеете в виду с гонениями бороться? Да, мы вообще с беспределом, который здесь творится. Ну что, речь идет только о том, чтобы нам финансы разрешили, что ли, друг другу тусить? Больше нет проблем в стране, что ли? Или мы не политическая партия, а так просто деньги решили заработать? Что-то тишина какая-то. Я так понимаю, что партия все-таки в первую очередь глобализация НМО, а уже сама идея НММ по поле нам Я хочу действовать, которым зато страшно на улице. Да, это да. Вопрос к нему этот. Хоть один проект есть именно в том ключе, о котором вы сейчас говорите. Не надо говорить про проекты. То есть вы хотите насытить людей деньгами и изменить их мировоззрение? Нет, не насытюсь. Я насытился деньгами, я вас умоляю. Я об этом и речу, что человек никогда ими не насытился. Все, что нам не сейчас надето, это куплено за тех средствами, которые мне попали в руки совершенно случайным образом. Вся жизнь – это почка случайных. Менталитет, каким образом будем менять народу? Прямой вопрос. Сейчас у нас здесь политический коммунист. А давайте вспомним, что такое коммунизм. Мы меняем на классическом исполнении. Ну, коммуны, да, то есть жизнь в таких решениях определенных условиях. Кто придумал этот классичесм, вот этот вот, про коммунизм? Нет, конкретно вы что предлагаете? А на всех главный тезис коммунизма – это как звучит вообще? Давайте вспомним. От каждого по способности, каждого по потребности. Вот видите, даже принцип коммунизма не знает. От каждого по способности. От каждого по способности. От каждого по труду. Ну, хорошо, перечитайте еще раз капитал Маркса. От каждого по возможности. Хитрая деталь такая. По возможности. Каждому по потребностям. А как звучал принцип социализма? Я сейчас закончу. Я сейчас не буду заходить. Сейчас у нас получается с каждым органом научного коммунизма. Вот, совершенно верно. Кто не работает, правильно все. Вот как только замутилось все вот это, извините, я неправильный сланг, ну, начало быть. Начало быть то, что начало быть. Так вот, принцип соблюдался как раз коммунизма. От каждого было по возможности. Кто за тысячу принес, кто-то миллион, кто-то совсем одевался. Вот. Да. Ну, в итоге, что получилось? Получилось то, что каждый отдал то, что он смог по возможности и получил по своей потребности. Начинало это быть и люди воодушевившись это делали. Как только начали создаваться первые ласточки о том, что, ребят, дальше надо как-то двигаться. Вы как-то своим вкладчикам объясняете, что надо народ подтягивать. И тут же, это самая была первая ласточка. Это еще перед тем, как все вот это вот дело плавно перетекло в режим спокойствия. Это было и были там очевидцы. Правильно я говорю? Тимур собирал целое собрание, на нем присутствовал. Да, да, да. То есть, когда людей, инвесторов пытались превратить в рабочих. То есть, понятно, кто за стол и инвестором ушел, а кто за стол и пришел инвестором. То есть, я дал денег, вы же сказали, можно сидеть. И тут ему говорят, каждому по труду. И тут же все сдулись, врубаетесь и о чем? Да, да, да. Мы перешли плавно из режима коммунизма в режим социализма. И тут же все сдулись, потому что социализмом наелится. Вот и вся песня. А давайте теперь подумаем по-другому. А что если мы дадим по потребностям, а получим по возможностям? Нет, неверная трактория вообще. Неверная трактория? Значально неверная трактория? А вы ночью подумайте об этом. Вот чтобы взять и перевернуть это. Наоборот, каждому по потребностям, от каждого по возможностям. Все начнет быть. Речь идет о том, что даже в случае нас проводят здесь сколько-то народов. Заплати вперед. Хороший фильм. Рекомендую. И вот тогда, наверное, начнет что-то быть. Каждый. В бизнесе не бывает. В конечном итоге. В конечном итоге. Давайте не будем про бизнес. В бизнес делается по-разному. Вопрос, кто стоит в руля этого бизнеса. Есть те, которые капают, а есть те, которые делятся. Не забывайте. А ты получишь больше, если отдашь больше. Вот эту мысль донести бы до народа. А вот эта мысль дойдет до народа тогда, когда все больше и больше людей будут делать так, как мы сейчас делаем. Это, конечно, скучнее, чем деньги считать. Я вас уверяю. Это, кстати, работа плохая. Это скучнее, чем людей обучать, друзья мои. Это работа плохая. Правильно. Это твое. Вот дай каждому то, что ему нравится. Я говорю, это скучнее, чем людей обучать. Нравится людей обучать. Обучаешь людей. Нравится слесарем быть. Будь слесарем. Реально. Ребята, мы все не будут, блин, бизнесменами и не ломаем. Извините, если все мы ломаем, все в МММ, кто работать будет вообще. Кушать, что начнем. Пахать будет не кому, что ли? Да нет, почему. Все, кто ломаем, они это будут. В осознанности просто человек должен это делать. Потому что у человека, как бы, труд у нас была богораждая. У нас просто фотоструктуру не было. Если все ломанутся, это не так быстро. К тому времени уже мир изменится. Зачем сейчас? Зачем сейчас? Зачем сейчас думать о том, что все ломанутся? Это начало. У людей меняется. У людей меняется. Сейчас, как ты ее хочешь закончить. Имеется мысль, что он всегда про конец думает. Потом можно опять вдруг наломать такие, что... Я извиняюсь, я отвлек вашего внимания. Нет, мы же понимаем ваши чаяния. У меня никаких чаяний. Я просто предложение. Вы не говорите, но сквозит, понимаете? Нет, какие чаяния, какие чаяния. Ребята, смотрите, я вот делаю... Я тихо-тихо, тихим сапом, никому ничего не говоря, вынашиваю свои какие-то моменты, планы. Именно на общероссийском уровне, на международном уровне. То есть встречаются с определенными людьми, вынашиваю какие-то планы, какие-то схемы экономические, международного характера. Но я об этом пока никому не говорю. Именно по той причине, что схемы сырые. Потому что если кому-то чего-то сейчас, кто-нибудь однозначно наломает дров. Где-то от жадности, где-то от алчности. Потому что очень, ну... Очень уж заманчиво вот этот вот момент, поиметь больше, чем остальные. Или поиметь, когда ты еще ничего не имеешь. Числов, вы усадите? Есть очень много моментов, где денег заработать. Вопрос, чем ты остаешься после того, когда заработал? Числов. Или кем ты остаешься после того, как потерял? Здесь зелье? Здесь зелье? Здесь зелье? Здесь зелье? Здесь зелье или нет? Урана реклама заруба лучше. Скажите, честно.